Вопрос переселения из аварийного жилья в Ульяновске стоит остро. По региональной программе планируется переселить 1200 местных жителей до 2023 года. Как утверждают Минстрои, это на два года раньше запланированного. Если Ульяновске успеет завершить областную кампанию, то автоматически регион попадет в федеральную программу переселения, анонсированную президентом. В нее попадут дома, признанные аварийными до 1 января прошлого года. Все бы хорошо, но несколько районов области тормозят процесс. В Новоульяновске, например, не удается найти собственников двух квартир. В Белоусове и Настины по Белоусовам два наследника. Один вступил в наследство, второй, значит, Кирилл. Адрес проживания мы его определили, в Арибсе 23, квартир 3, но по месту жительства не проживает. Просто не можем нигде найти. Сегодня повторный выезд запланировали. И точно такая же ситуация по Настиным. Там 6 наследников, часть наследников отказались уже материально от наследства. Подобная ситуация с потерявшимися собственниками есть и в Ульяновске, и в Демитровграде. Главы администрации ищут этих людей, чтобы как можно скорее оформить документацию. Если мы программу заканчиваем в 2023 году, то у нас наступает право расселить аварийные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Для этого мы сейчас готовим пакеты документов. Таких домов у нас 110. Половина домов прошла проверку Федерального фонда. Постальные замечания устраняются. Мы взяли для себя обязательства до 1 сентября закончить подготовку документов и ждать новую программу. Из городского и областного бюджета в программу вложено 3 миллиарда рублей. Федералы за эти три года прислали более 800 миллионов. Не стоит забывать, что ветхое жилье необходимо сносить. В Ульяновской области об этом подумали. 190 миллионов с учетом муниципального софинансирования поступят в региональную казну. В июле эти средства планируется передать районам. Тогда же и состоится аукцион на снос аварийного жилья. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров. Улправда ТВ.